Друзья, всем привет! Сегодня я вернулся на южное побережье Турции. Я сейчас нахожусь в районе Кысколесе, вот где я проезжал, Мерсена, Адана, вот в этих во всех районах. Вчера вроде бы дождя не было, я вчера приехал, такая хорошая погода была, а сегодня вот у них идет дождик. И вот здесь рядом с Кысколесе есть две пещеры. Вот одна пещера Аст, Астим, и еще есть пещера Рай и Ад, она называется. Пока идет дождь, я принял решение поизучать пещерки, походить по пещерам. Винтовая лестница. Кстати, друзья, винтовые лестницы вот такие вот придумали специально, чтобы оборонять замки, защищать замки, потому что человек, если нападает с мечом, естественно, он не может здесь никак им махать. О, здесь достаточно тепло по сравнению с температурой, которая наружу. Достаточно глубоко. И вот из-за того, что, наверное, идет дождь снаружи, из-за этого здесь капает водичка и все такое. В общем, температура здесь средняя около 20-80 градусов и примерно 100% влажность. 95-100% влажность здесь постоянно. Блестит. Вот эти вот штучки, которые образование, они такие блестящие, интересные. Если идет дождь, и вы где-то в отеле, и рядом с вами пещеры, то это, пожалуй, самый оптимальный вариант провести время. Все у них здесь подсвечивается. Только вот меня смущает то, что у них здесь как бы проводка, электричество. И все сырое. Вот это меня только смущает, и все. И они, скорее всего, 220 вольт здесь используют. В таких местах должно быть 110 хотя бы. Или 12-24 лучше всего. Чтобы током никого не поубивало. Сюда тоже можно пройти. Вот эти даже пещеры более интересные, чем те пещеры, в которых я был там рядом с Сиде. Правда, здесь скользко. Грязь такая, скользкая, глина. Здесь уже финиш. Вернее, не финиш, а тупик. Вот это как раз про то, что я вам говорил. Видите? Произошло замыкание. И вот это все здесь загорелось или еще что-то. Да, здесь можно прям лазить. Но я, честно говоря, не хочу там лазить. Потому что здесь глина, сырость и электричество. Короче говоря, я вот оттуда пришел. Но пошел вниз, вот сюда налево. А мне надо было просто прямо пойти, и я бы там вышел. Около 200 метров эта пещера длина. И спускался я вниз достаточно глубоко. Сейчас я поеду вот назад по той дороге, по которой я приехал. Там с левой стороны есть еще две пещеры. Рай и ад. Пещера Рай. Потому что когда мы сюда спускаемся, здесь очень много зелени. Ну и вообще здесь сюда можно спуститься. Здесь лифт у них есть. А пещера Ад, она туда дальше, с нее начинается экскурсия здесь. Там просто такой большой балкон и просто большая яма такая вниз. На полу такие веревочки, на камнях натянуты сеточки, чтобы люди, которые посетители сюда приходят, не подскальзывались и не падали. Ну вообще туда можно пройтись. Вообще сейчас идет дождь сильный на улице, но здесь ни капли воды нет. Я не знаю, куда она уходит. Видимо, они создали какую-то систему специальную, которая отводит воду, потому что здесь вообще даже ручейка ни одного нет. Ну вот, друзья, слабоватое здесь такое освещение и еще ступеньки разного размера. Поэтому берите с собой лампочки, чтобы здесь не впоткнуться, нигде не полететь. Наверное, Раем называют эту пещеру, потому что когда человек уже туда спустится, и когда он уже будет подниматься вот так наверх, он будет видеть вот эту всю зелень там наверху, вот эти сооружения здания всякие интересные. И он будет типа понимать, во, да, это жирай на земле. Там такой ливень льет. Сильный-сильный начался здесь перень, друзья. Вот туда, значит, сначала уходит тропиночка в пещеру ад. Там простой балкончик. И потом вниз туда вы спускаетесь, в ту пещеру, там гуляете, и вас наверх поднимает лиф. Очень много всяких разных мифов, легенд связано с этими пещерами, и упоминание о них во втором веке до нашей эры берется. Очень древнее место. Буквально 15-20 минут, и все. Дождик закончился. Друзья, обратите внимание, вот сейчас с левой стороны как раз у нас с вами Кипр. Мы проезжаем здесь до него достаточно близкое такое расстояние. И говорят, что туда легко добраться, на самом деле, на этот Кипр. Но он такой маленький островочек, и там, естественно, теплее. По мне, островная жизнь. Люди на островах, они чуть другие. И вообще ситуация, когда в каком-то таком замкнутом пространстве, она отличается от жизни где-то на материке. Поэтому я думаю, я пока не полезу на Кипр. И, в принципе, мне здесь всего хватает. Я здесь полностью удовлетворен. Я только проехал по южному, по восточному побережью. Я еще не ездил на запад. И здесь можно и кататься, и кататься. Возле Черного моря можно кататься по Турции. По центральной части, Каппадокия, там подземные города. На самом деле, Турцию можно исследовать, я думаю, годами. И годами можно здесь ездить, прям удивляться и что-то новое для себя находить. Я тут проезжал мимо замка в городе Селевке. Селевке-Калесе. А он, оказывается, закрыт на ремонт. Но если вы будете ехать по южной трассе, он прям рядом совсем с трассой находится. И здесь такой классный открывается вид на город Селевке. Там рядом тоже, если вниз спуститься, есть мосты древние, средневековые. Там античный город. Вот там они мост тоже ремонтируют. Все они ремонтируют. Зимой они полностью все ремонтируют в Турции. Поэтому многие места, к сожалению, закрыты. Здесь вот дорога. Вот эта дорога, можно через север проехать. Короче говоря, это северная дорога. Она туда уходит в горы. И там по горам можно проехать. Но я думаю, я туда не полезу. Потому что, во-первых, навигация показывает, что там дольше ехать. Во-вторых, мне как-то приятнее возле моря. Там и дорога более такая живописная, красивая возле моря. Ну и вообще, я уже как бы там все знаю. Поэтому мне там комфортней. Вот, друзья, что хочу показать. С российскими номерами легковушечка. Приехали ребята из России. Спокойно здесь отдыхают, катаются на машине. По-моему, как-то через Черное море можно переправить машину на пароме. Если я не ошибаюсь, около 100 долларов стоит эта услуга. Но зато вы будете ездить здесь на своей машине. И вообще ни о чем не париться. Вот я, допустим, сейчас еду возвращать машину. Потому что, когда у меня заканчивается аренда. После этого кто-то другой ее забронировал. И я вот этот момент вот прошлепал. И теперь мне придется брать. Либо... А теперь мне придется брать машину намного меньше. Потому что нет других машин просто в наличии. Все забронировали на новогодние праздники. Так много людей с славянской внешности. Я подозреваю, что на Новый год много людей сюда приехали. Кайфовать здесь, греться на солнышке. Видите? Вот 12 часов и все. Солнце. Туч нет. Дождя нет. Только что въехал в провинцию Анталии. Как мы с вами уже знаем, здесь очень живописная, красивая. Такая дорога порой проходит. Серпантины возле моря по скалам, по краюшку скалы. Вот так вот мы проезжаем периодически вверх, вниз поднимаемся тут. В общем, дорога у меня заняла около 4 дней. 4 прыжка, в общем, было больших. И примерно 3 бака топлива у меня ушло на то, чтобы проехать вот этот путь с города Ван до Анталии. Примерно где-то у меня 150-200 километров здесь остается. Совсем чуть-чуть. В общей сложности я проеду примерно 1500 километров. Теоретически, конечно же, этот путь можно проехать и за сутки, но это не спать, ничего не делать. И постоянно в напряжении очень много приходится думать, когда мы едем за рулем. Особенно вот по таким вот дорогам серпантином, к сожалению, в этой части Турции нет платной дороги, где можно было бы заплатить и ровненько прямо проехать этот путь. Достаточно сложный, может показаться некоторым людям, потому что мы едем то вверх, то вниз. Какие-то камнепады здесь могут быть. Погода может портиться, дождь может идти там, потом здесь тоже фуры иногда едут. Эти фуры желательно надо, конечно же, пропускать нам. И ночью очень тяжело, в темное время суток, поэтому... Ну, то есть, если, грубо говоря, мы в 8-9 выезжаем, то мы можем ехать только до 4-5 часов, прибавьте остановки. Нужно обязательно делать остановки, даже если вы едете не отдыхая, или едете даже если отдыхая, все равно надо делать остановки периодически, чтобы размять ноги, размять руки и вообще полностью размять тело. Ну, проехать можно, конечно, за сутки этот путь, но это очень тяжело и это вредно для здоровья, поэтому я ехал 4 дня, 4 дня без напрягов, спокойно, периодически делал остановки, в каких-то достопримечательностях какие-то смотрел, фотографировал, снимал видео для вас, там, по пещерам лазил. За 4 дня, в принципе, можно проехать нормально. Туда я ехал 20 дней, вообще не напрягаясь. Иногда там по 20-30 километров проезжал, где нравилось, останавливался и все. Вот видите, к примеру, напротив меня едет фура, и вот бывает, вот здесь пошире проезд, а бывают проезды узенькие, так как у фуры занос, ну, у них кузов, то есть, поворачивается сильнее, чем у легковой машины, и он может занимать больше места на проезжей части, поэтому ее желательно пропускать. Друзья, проезжаю Аланьо, так сильно волнуется море, прям такие волны здесь мощные. Гроза там была сейчас, гром. Давай-давай, беги. Беги-беги. Это вот только в больших городах вот так вот люди торопятся куда-то, им надо все быстро, спешат, немедленно. Поэтому я не люблю вот такие вот города большие, большие места. У меня такое ощущение, я сейчас ездил здесь, катался чуть-чуть по улицам, по маленьким, хотел остановиться, отель выбирал. Столько много европейцев. В основном русские, конечно же, это, и, ну, всякие разные люди, наверное, там, с Белоруссии бывают, и так далее, и там подобное. И очень много, как будто бы какая-то деревня российская, русская, русская, российская. Говорят, здесь где-то, либо здесь, либо в Анталии есть памятник поставили Абаю, наши казахстанцы. Ну, я нагулялся в Алане в прошлый раз, посмотрите, а, его видео это будет позже, я его снимал в HDR, качестве, вот эти свои похождения по Алане, и вообще то, что здесь было в Алане. Поэтому вы его увидите чуть-чуть позже, но здесь так сильно волнуется море, друзья мои, и вообще такой ураган. Я такого даже не видел, там где-то на востоке, на севере, прям сильно-сильно. Я думаю, я проеду до Сиде, там еще 50-60 километров. Да, скорее всего, я насквозь проеду, потому что... Ну, что это за тела такие, посмотрите. Раз пошел. Представляете? Вот вам и катаклизмы природные. Надо куда-то сюда сейчас заехать, вообще не спасти. Немедленно. Потому что что-то невероятное вообще творится. Короче, ураган какой-то, вообще сумасшедший шторм. Люди все в ландшафтах бегают, не могут понять, что происходит. Ну, для них это, наверное, явление такое, нормальное. Ну, не знаю, у меня вот дворники даже не справляются, не могут очистить как следует стекло. Короче, я поехал в Сиде. Отельчик. Сейчас посмотрим, где меня поселили. Я взял в этот раз с ужином и с завтраком у них, потому что здесь только с завтраком нет номеров. Вообще, я в Турции достаточно редко ужинаю, поэтому я беру только завтрак. Вот он мой номер. Они здесь все вот так нарядили на Новый год. Достаточно большой отель. Рядом с морем находится. Он находится между Сиде и Аланьей. Можно кукинг делать. Главное, мыть можно, а готовить нельзя. Халаты, два халата. Первый раз вижу, что халаты дают. Ну, достаточно такой интересный номер. Большой. Зеркало есть напротив кровати. Ну, балкон слабенький. И там море где-то. Куда-то туда надо идти. Чуть-чуть попозже сейчас, может быть, прогуляешься. Крем. Все, короче, есть. Чистый отель. Водичку еще дают минеральную бесплатно. Ну, здесь стандартный набор. Еще сейф должен быть. Да, вот сейф. И все. Вот то, что мыть что-то можно, это, да, конечно, удобно, наверное. Была бы еще стиральная машинка, вообще было бы круто. Главный его плюс, то, что здесь есть ужин. Ужин примерно 100-150 лир стоит. Ну, и там остается что-то 400 лир, грубо говоря. Это примерно 20-30 долларов. Для пятизвездочного отеля это вообще немного, потому что здесь есть спа и так далее. Все-все, все, что угодно здесь есть. Также можно all-inclusive здесь поселиться и вообще будет круто. Там рояль у них есть. Обожаю как-то рояль. Живая музыка, мне это очень нравится. Очень много немцев. Я люблю вот такие отели, где нет наших. И вот мне нравится, где японцы отдыхают, где европейцы отдыхают. Видите, такая атмосфера. Обстановочка такая спокойная. Никакого тагила, ни могилы, ничего такого нету. Никто не кричит, не ругается. Красивые интерьеры. Прям мебель так по-доброму и красивый ресторан это. Бассейн классный, красивый, чистый-чистый. Но я думаю, сейчас там купаться не получится. Но позагорать, в принципе, теоретически можно. И я слышу отсюда море. Я сейчас пойду вам море еще покажу. Как море выглядит здесь. Да, друзья, здесь прям вот можно выйти сразу. И прям тут же пляж. Буквально 50 метров от отеля пляж. Там еще, оказывается, были номера у них с видом на море. Но я уже не стал менять номер. Потому что я сейчас поужинаю и пойду спать, лягу. А завтра утром уеду, поэтому мне без разницы, куда там что будет. Прям вот здесь загорать можно. Прям такая терраса у них классная. И песчаный пляж. Здесь такая типа бухточки у них. Прям собственный пляж. Круто. А здесь зеленая травка. Ну, красивая. Красивый отель. Вообще классное место. Я думаю, всем понравится. Здесь аквапарк есть. Вот такой вот бар. Здесь терраса летняя. Оно сейчас все здесь закрыто. Но так или иначе, летом это будет все работать. Вот. Получается, вот эти вот номера. Они выходят как раз таки с видом на море. Ну, я вам должен сказать, что очень много номеров. Почти все заняты. Может быть, у них даже и нет номеров с видом на море. Такой спортзал красивый. Но он работает до 19 часов почему-то. Друзья, там даже дискотека есть. То есть, при желании можно даже пойти потанцевать. Действительно, здесь очень много людей. И на самом деле, вот эти вот номера, которые выходят туда, их здесь процентов 30, скорее всего. Это какие-то, возможно, номера делюкс или еще что-то. Остальные вот выходят на сад. И еще на дорогу вот эти вот номера выходят. Касательно спа, надо заплатить, оказывается, за визит 10 евро. Но она сказала, если вот взять вики на пакет, к примеру, за 35 евро, они будут делать массаж, пилинг и так далее. И еще, плюс ко всему, бесплатный вход в спа. А вот так вот выглядят комнаты, которые именно с видом на море, с Евью. Но они сейчас не работают, там делают ремонт в них во многих. А та часть, которые работают, они считаются, ну, другие. Там нужно доплачивать они там либо фэмили, либо еще что-то. То есть, за них нужно доплачивать. Ну, и примерно это вот так вот выглядит. Вот такой вот будет вид у вас. Если вы здесь поселитесь, это во-первых. Во-вторых, вот здесь целый этаж имеет собственный бассейн. Я только что заселился в свой новый отельчик в Сиде. Дали мне вот такой вот номер большой. С двумя кроватями. Одна большая, одна для ребеночка маленькая. Не знаю, почему они мне дают такие номера. Я у них всегда сингл прошу. В общем, я поговорил с менеджером. Поторговался с ними. Я вообще зашел в соседний отель тут посмотреть. И он мне не понравился. И я что-то так этот расстроился. И зашел в соседний. Вот я был до этого там в отеле, за этим зданием. И мне там не понравилось. Зашел сюда. Говорю, там мне не понравилось. Вот здесь у вас люди загорают. Говорю, так классно. Какую сможете мне цену дать? Она говорит, я могу такую же цену. А там 530 было. И в общем, это около 30-35 долларов. Здесь все включено. Но я так понимаю, до пляжа надо будет пройтись, прогуляться. Много света, светлые такие номера, классные. С видом на солнечную сторону. Короче. А, еще в том отеле, в котором я зашел до этого, они мне сказали, надо за сейф заплатить. И за холодильник. Я так понимаю, вот эти вот все вещи, они все включены. Потому что отель, все включено. Одна вот такая вот бутылочка стоит 5 турецких лир. Здесь только в мини-баре на 30-40 турецких лир. Поэтому это выгодное предложение, однозначно. Все включено. Центральный климатизатор. Здесь есть сейф. А в том отеле соседнем, мне говорят, надо за сейф заплатить и за Wi-Fi заплатить. Я говорю, ребята, вы что? Вот эти вот обязательно надо всегда изучать, где вы находитесь. Как выходить, если что-то вдруг. Так, что у нас здесь? Здесь у нас фен. А вот это вот что-то новое. Такого у меня раньше не было. А, я понял. Это, короче, шкатулочка. И они в эту шкатулочку все сложили аккуратненько. Молодцы, интересно. А вот это вот, то, что слева, это выходит на дорогу, туда на сад. По идее, они должны меньше стоить. Но, я так понимаю, мне сделали либо апгрейд, либо я заболтал администратора. И она меня решила удивить. В общем, она мне такой номер классный дала. Во-первых, он большой, трехместный. Во-вторых, он с видом на море. Ну и на бассейн. То есть, вот эти вот все номера, которые выходят вот туда, на бассейн, на ту часть, они считаются круче. А вот эти, которые все по сторонам. А, ну вот с этой стороны. Они будут туда на дорогу, вот на эти все базары, рынки выходить. Обязательно у них везде будут вот такие вот сидушечки, чтобы вы могли подождать, пока лифт приедет. Посмотреть на памятники античности. Так, Луна Бланка Резорт называется. Пять звезд. В общем, друзья, пляж у них вот такой песчаный. Чистенький здесь. Все чисто, красиво, но он не работает. Такая тишина, и на пляже здесь, в общем, нечего делать зимой. И возле речки вот эта вот дорога, которую я вам показывал, она вот так туда проходит, в сторону отеля. Я думаю, они как раз этим компенсируют. Дают более хорошие номера людям. Но взамен того, что, во-первых, не работает пляж. Во-вторых, бассейн на улице тоже не покупаться. И, ну, вообще, конечно же, здесь ограничений хватает. Зимой. Но здесь намного температура выше. И намного солнца больше. И вообще здесь намного приятнее находиться. По сравнению с восточной Турцией, ветер не такой сильный. Я сейчас, когда ехал, я ехал днем. Очень много отелей здесь, друзья. Их здесь просто сотни. Я даже не знаю, сколько здесь. Может быть, даже тысяча отелей в Сиде. Их просто невероятно много. И они стоят вот так друг с другом на расстоянии, там, буквально плотно-плотно друг к другу. Короче говоря, вот этот отель, который я вам сейчас обозреваю, на который делаю обзор. Ну, он так себе. Он, конечно, стоит своих денег, все. Но я думаю, можно и лучше найти. Однозначно. Здесь есть еще спа. Можно сходить в спа. Я думаю, там хамам, сауна, как всегда. И вот такой вот здесь бассейн крытый. Я думаю, они нам подогревают вон. Есть спортзал у них здесь. Тоже определенные часы работы. Потом доктор, всякие там разные маникюры, педикюры. Ну, наверное, как во всех отелях. Друзья, следующий отель Alexia Resort & Spa. Вот такой вот, значит, мне дали номер сегодня. С двумя кроватками. Ну, что могу сказать. Достаточно просторный, может быть, даже номер. Если бы не эти лабиринты. В общем, он стоит около 40 долларов. Я почему-то думал, что номер будет поинтересней. Он находится в самом центре Сиде, этот отель. И это, пожалуй, его главный плюс. Я уже пробовал поменять номер, чтобы был у меня вид на море, а не вот на вот эти горы и на дорогу. Но он сказал, что нельзя, потому что, типа, я зарезервировал этот, и те номера, они еще больше стоят. В общем, это считаются, наверное, самые такие стрёмненькие здесь номера в отеле в этом. В горах-то снег лежит, оказывается. Я думаю, примерно за час можно доехать до снега. Ага. А вот видите, здесь уже скудновато у них. Это как бы отель, все включено. Ну, сладкого, ничего такого газировок нет. Минеральную воду дали. Чай дали. Ну, вот как бы, да, такой компактный вроде бы. Мне кажется, он должен быть побольше. Центральный климатизатор. И вот здесь вот есть кнопочка такая. Можно нажать ее. И никто вас не побеспокоит. Лобби отеля. Здесь семь этажей, если я не ошибаюсь. Все очень чисто, как везде в Турции. Кофейная комната. Ну, лобби, да, действительно большое. Нужно отметить. И есть два бара. И вот такая вот у них еще терраса здесь есть. Любопытная. Очень интересная. В принципе, здесь прям круто даже. Можно сказать. Очень круто. Да. Как здесь солнечно, друзья. Все-таки на юге Турции вообще, конечно, в этом плане роскошно. Вот такой у них бассейн. Бассейн здесь. Ну, вода прохладная. Я думаю, чтобы здесь купаться. Да, она прям такая. Чтобы здесь купаться, надо выпить. Неплохо. Но у них есть вот там бассейн внутри. Внутренний бассейн. В принципе, там можно искупаться. Люди загорают, но никто не купается. Я вообще не видел, чтобы кто-то купался. Там у них также хамам. Дренажерный зал, как и во всех отелях. Ну, отель маленький. Должен отметить, что отель очень маленький. Я, честно говоря, думал, что там какие-то танцы будут интересные или еще что-то. Вот эти вот номера, которые выходят на бассейн и вот на эту часть, они стоят больше. А оказывается, есть еще, это у меня не самый стрёмный номер. Оказывается, там еще есть вот на вот этом первом этаже. То есть, еще ниже. И они вообще выходят, ну, грубо говоря, там на стены соседнего. Вообще никакого вида нет. У них здесь, у отеля у самого парковки нет. Но прилегающая территория, можно вот так вот припарковаться на машине. Да, маленький отель. Я почему-то думал, что он больше. Я когда вчера приехал сюда, он мне вроде бы так понравился. А сегодня не знаю. И не знаю, будут ли танцы. Я ищу с танцами отель, чтобы танцы были вечером. А то что-то я совсем заскучал. Хотелось бы, ну, развлечений каких-то. Песни, пляжи. Вот, получается, если вы здесь остановитесь, вам надо будет выходить. Переходить дорогу. То есть, у этого отеля нет собственного пляжа. И это, естественно, огромный минус. Потому что вам нужно будет ходить тут, пройдить, еще что-то делать. Очень много отелей. На любой вкус. Хотите молодежный отель? Пожалуйста, молодежный отель. Хотите, где взрослые люди? Пожалуйста. Для пенсионеров есть отели. Хотите для русских? Для русских. Для европейцев? Для европейцев. Все-все отели. Вот узнать бы, где в Сиде вообще отдыхают японцы. Вот, я думаю, это самые лучшие отели будут. Потому что, как правило, если отдыхают японцы, это показатель того, что отели очень хорошие. У некоторых только отелей есть свои пляжи. И это, как правило, очень крутые отели. Вот я рядом с Алани нашел один. Возможно, я туда и поеду продолжать там отдыхать. Я сейчас ищу, так как у меня много времени, есть машина. У меня такая возможность ездить туда-сюда, искать, выбирать. И, соответственно, вам показывать, делиться. Потому что, когда вы покупаете тур, вам показывают, да, на картинках там так-так-так, все красиво. А потом приезжаете. Есть такие отели, допустим, вот в этом отеле, в котором я сейчас остановился, нельзя мужчинам останавливаться. То есть, не может мужчина один приехать. Но я им голову заморочил и говорю, ребята, ну я не пью алкоголь, что вы этот? Я буду себя хорошо вести. Они говорят, ладно. Тем более, одна ночь, что там, никто не пострадает. Бывает очень много нюансов. Есть такие отели, в которые вы приезжаете, вам говорят, а надо за Wi-Fi заплатить там 3 или 4 евро в день, а надо за сейф заплатить 2 евро в день. И вот начинают, начинают вот такое накидывать. Там за полотенце заплатить, еще что-то, за туалетную бумагу. Плюс есть, конечно же, у этого отеля, что он находится рядом с памятниками вот этими античностями. Я чуть позже сделаю о них видео, они вот там находятся, если я не ошибаюсь. Храм Аполлона, да, должен быть там. Ну, у отеля, по всей видимости, нет своего пляжа и снэк-баров тоже нет. Потому что вот здесь есть какая-то кафешка. Но она, скорее всего, не принадлежит к отелю. То есть, как правило, если отель хороший, если отель уважаемый, то там будет свой пляж, свои снэк-бары, мороженое на пляже и так далее. Поэтому вот этот вот отель, в котором я сейчас остановился, Алексия, ну, я ему троечку поставлю максимум. Вот видите, доси даже какой-то. У него есть свой пляж и шезлонги есть. А вот, к примеру, вы приедете в эту Алексию, и что? Как вы будете купаться? Есть, оказывается, у этого отеля тоже свой пляжик. Вот здесь с краешку. Но здесь сточные вот эти вот канавы, сточные воды. Но это, конечно же, однозначно минус. Вот рядом здесь полицейский участок, как бы парк, все. Но вот то, что вот это, я не знаю, это разве пляж? Конечно же, летом здесь будет все убрано, будет чисто, я надеюсь. Но сейчас, сейчас, конечно же, это слабенькое такое место. Ролики выпущу немного позже. Там очень интересные отели были. Там ультра все включено. А здесь просто все включено. Все, отели, 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 отели. И здесь они, я не знаю, сколько километров полностью, сколько седе. И прилегающая территория туда, туда, в обе стороны. Здесь этих отелей немерено. И вот я вижу здесь отели 4 звездочки, вот, к примеру, эти. Я думаю, они будут даже выглядеть лучше, чем тот отель, в котором я сейчас остановился. И плюс ко всему, вы сразу выходите на пляж. Потому что, когда вы останавливаетесь в Турции, но вы не хотите спать где-то с видом на дорогу, там, или еще что-то. Естественно, вы хотите приехать и видеть море каждое утро просыпаться. Зачем вам это надо, там, смотреть на дорогу или еще на что-то? Ну, вот, к примеру, это вот отель Нертон. Вот, по-моему, 4 звезды. Видите, как у них здесь все симпатично? Я, как бы, ничего не говорю, у нас тоже так. Вот этот отель, к примеру, тоже закрыт. Но вот это 4 звезды, реально твердые 4 звезды. А там они заявляют 5 звезд. И, к сожалению, в Турции часто бывает, что это идет несоответствие такое. Вот, в таком вот запущении у них все здесь. Возможно, этот отель уже долго не работает. Потому что здесь уже скоро лягушки заведутся, а потом змеи. Шучу. Кошки всех змей поймают. Здесь очень много кошек, поэтому никаких грызунов и никого такого нет. Ну, как бы вы здесь остановились, и у вас, во-первых, вот эти вот окна, все они будут выходить. Он сконструирован правильно, то есть они будут все выходить на пляж, во-первых, на море. Во-вторых, вы сразу у вас до пляжа рукой подать. Вот эти все нюансы надо учитывать, надо по карте смотреть, где отель находится, как долго, часто, туда идти надо. Все вопросы, связанные с размещением, тоже надо учитывать. Ах, что они тут только не придумывают? Кто-то депозит просит за ключ. Я говорю, ребята, да ну какой депозит, что вы придумываете? Вот прям вот каждый, каждый какие-то извращения придумывают и придумывают. Потом один ключ тоже у меня где-то остался в ресторане или еще где-то. Вы, говорит, потеряли ключ, платите 5 евро. Я говорю, ну вы мне покажите правило, где у вас такое написано. Почему вы не предупреждаете сразу об этом? Может, я не пользовался бы вашим ключом, или там, может, я его хранил бы там, уже бережнее к нему относился. А так, видите, вы сами виноваты. И они ничего не могут, естественно, сделать. Очень много людей из Европы приезжает. Конечно, для них сейчас здесь кайф. Евро, лира обесценивается. Они сейчас за свои евро здесь вообще себя королями чувствуют. Пляж Песчаный. Достаточно большой такой. Широкий пляж. У нас сегодня такая солнечная, классная погода. Вчера после обеда чуть испортилась погода. Но сегодня вообще прям классно. Много людей гуляет. Очень много с Европы пенсионеров здесь отдыхает. Видите, вот так вот они здесь кошечек подкармливают. Собак мало в Сиде. Ну, по крайней мере, вот здесь на пляже. А кошек они прям любят. Подкармливают. Кошек много. Многие кошки в отелях живут, прям ночуют круглосуточно. В море никто не купается. Я так понимаю, что вода прохладная. Да и в бассейне тоже никто не купается. Внутри купаются, а снаружи не купаются. Температура около 18 градусов, я думаю. Примерно плюс-минус. Но из-за того, что сильное солнце и нет тучек, чувствуется как будто бы теплее, конечно же. Ветер периодически дует, но не страшно. Много баров у них здесь, ресторанов. Но цены все в евро. На тряпки, на еду, на стейки. Все в евро. До 12 евро цена за блюдо. За стейк. Очень много европейцев. Прям невероятное какое-то количество их здесь. У них не так много солнца. Особенно в Англии, в Германии. Это такие вот страны. И они вот здесь вот кайфуют. На солнышке греются. Русских здесь мало. Ну, по крайней мере, в это время. Друзья, еще вот здесь вот у них на пляже Сиде. Есть вот такой вот отель, называется Химера. Он тоже входит в коллекцию Барут. Вот так он называется, Барут Химера. Я заезжал со стороны рецепшен. Там тоже девчонки есть, разговаривают на русском. Ну, и вообще у них здесь все условия. Все так классно, круто. Большой пляж, пять звезд, пять звезд. Это вот не то, что у нас там. То есть, я так понимаю, что здесь у них очень большая территория. И, ну, они следят за отелем. То есть, туда выходит свой собственный пляж. Все, и скорее всего, скорее всего, летом вот эти вот штучки, они превратят в такой понтон. И, в общем, вон туда будет выход на море. Можно будет подальше заходить, сразу глубоко нырять. Здесь такая набережная. Нельзя на велосипедах, на мопедах нельзя. И вот много отелей здесь классных, красивых, прям таких, с собственным пляжем. Пирсы все закрыты. Но вот этот вот еще пирс еще одного отеля, они все собрали здесь. И вот здесь еще рядом есть какой-то отель. Тоже миленький, Барут Коллекшн. Очень чистый воздух, прозрачный вообще. Видимость на десятки километров. Там даже горы, наверное, 20-30 километров. Очень далеко их видно. Сиде надо выбирать именно вот рядом с центральной частью, чтобы обязательно, когда вы выбираете отель, чтобы обязательно был свой пляж. Потому что, если нет своего пляжа, скорее всего, ну, отель будет так себе. И, как правило, все-все, что с этим связано. То есть, когда вы выбираете нормальный отель, там уже, как правило, комнаты комфортные, большие. И, ну, совсем уже уровень повышается, повышается. И иногда лучше, конечно же, заплатить больше. Но с комфортом отдыхать дошел я до вот таких вот отелей здесь. Сиаден они называются. И все. На этом у нас заканчивается вот такая вот набережная, которая покрыта, выстелена хорошо. И все. Дальше там уже другие отели. И там только по пляжу идти. То есть, ну, как мне сказали турки. Я сам лично не проверял. Значит, это все провидция Манавгат. Здесь есть еще город Манавгат. А это непосредственно Сиде. И вот если прямо пойти, то есть вот от вот этих вот отелей, Сиде Куалити и до храма Аполлона, вот такая вот дорога у них, набережная классная. Вымощена вот такими вот плиточками, камушками маленькими. Очень удобно гулять, бегать здесь. И вообще классно. Солнышко, такая погода крутая сегодня. Примерно вот такие вот отели, вот такого вот масштаба, уровня, примерно 100 долларов ночь стоит на двоих. Если прийти сейчас, поселиться вот в текущий момент. И дальше туда идет вот город Манавгат. Это вообще все полностью провинция Манавгат. И я так понимаю, туда еще есть прям сотни отелей. Я не знаю, сколько их здесь тысяч. Очень много отелей. Примерно нормальный, более-менее такой нормальный отель должен выглядеть вот так. Так, то есть вот отель, вот его широкий пляж, вычищенный, вылизанный, неважно, зима, лето, хоть когда. Шезлонги стоят, чтобы люди могли прийти позагорать. Может быть, они хотят на пляже полежать. Какая разница? И вот, в общем, он вот так вот примерно должен выглядеть. Здесь тоже все номера, здания тоже все спроектированы таким образом. То, что в любом случае, где бы вы ни поселились, вы будете видеть море. И видите, как зелено здесь вообще, красиво и так далее и тому подобное. Сразу меня спасатель тормознул. Он видит, что у меня нет браслетика. Сразу он меня притормознул и говорит, все, обходи. Я говорю, я в рецепшен. Он говорит, нет. Обойди через охрану, зайди. И тебя проведут там. Здесь тебе нельзя. Видите, вот так вот все четко. То есть, вот этот отель, я могу сказать, что он, да, уже он претендует на звание хорошего отеля. Ну, вообще, в любой отель в Турции, кто попал, они зайдет. У них здесь охрана в этом плане прям четко-четко. Потому что мы сейчас заходим, они проверяют браслет и все на территорию. А потом уже по территории, вы там можете брать, что хотите, all inclusive и так далее и тому подобное. Видите, вот у него даже вот эти вот номера, они вроде бы уходят на край, но все равно. В любом случае, вы будете видеть море кусочками хотя бы. А у меня просто на дорогу туда выходит. И это, конечно же, тупиняк. Зашел я, он мне сказал, что-то в 200 евро, что ли, я тут же зашел в интернет. Уже нашел за 2000 лир. Но это примерно чуть больше 100 долларов. Ну, действительно, отель такой вот сдержанный. И такой вот, они говорят, у нас здесь диска, шума, ничего такого нету. Вот так он называется. Акантус Сент Барут Коллекшн. Типа, один из самых лучших вообще отелей в Анталии. И вообще, я говорю, у вас пати будет на Новый год? Они говорят, у нас будет все сдержано, у нас будет все спокойненько. Пианино, все без шума, без гамма, без пыли. Вот так вот. Ну, спокойный у нас концепт. Да, и на рецепшене цена оказалась выше. В Сиде и вообще вот в этих местах я все чаще и чаще встречаю что на рецепшен мне говорят цену выше, чем через какие-то сервисы бронирования. Оказывается, у них есть какие-то контракты, правила, и по этим правилам они не могут ставить цену ниже, чем в Букинге. А я путешествовал целый месяц по Турции, по Восточной Турции, находил этот отель где-то на Букинге или еще где-то, приходил на рецепшен и платил иногда в два раза меньше. Вчера я жил вот в этом номере ночевал, а сегодня меня поселили вот в этот номер. Если кто-то будет 60-22 останавливаться, знайте, что я здесь спал. Короче говоря, это все тот же самый номер, тот же самый, просто он, наверное, чуть-чуть меньше по площади, хотя, в принципе, площадь такая же, чуть-чуть другая планировка. Здесь санузел сразу справа. И, в принципе, все то же самое оснащение. Я не знаю, почему они тапочки не дают. Все отели дают тапочки, а эти не дают. А здесь одеяло есть. До этого одеяло не было в том номере. Ну, вообще, теоретически все можно попросить, все они дадут. Но самое главное в этом номере. Это Sea View. Вот если прямо смотреть, то там храм Аполлон. Вот шаговой все доступности, все рядышком, и прям вот вид такой на море. Шестой этаж. Ну, что может быть прекрасно? В общем, не зря я здесь остановился еще на одну ночь. Может быть, еще побуду. А вот здесь, друзья, такое любопытное у них есть окошечко. И можно смотреть очень здорово. Можно смотреть, кто как спит. Можно на море смотреть. Должен отметить, друзья, что так приятно, оказывается, переезжать вот так вот. Каждый день, через день. Новая свежая кроватка. Новый свежий номер. Новые свежие ощущения. Еда во всех отелях все равно чуть-чуть отличия есть в еде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова